Ну, прошу, сейчас я выведу текст. И мы продолжим денежную тему, а именно то, каким образом женщина приобретается в жены с помощью денег. У нас были самые разные варианты здесь предлагались, самые разные сложные ситуации, не вполне реальные, но которые проясняют те или иные механизмы, собственно говоря, вот этой процедуры. Ну, и тот фрагментик, на котором мы остановились, то есть мы прочитали про залог, да, залог не работает. За залог, в общем, вроде бы не получается женщину осветить, приобрести. Ну, и не буду сейчас возвращаться к аргументу, почему это не годится. Гемара переходит к новой теме, мы вместе с ней переходим к новой теме. Это по-прежнему человек говорит женщине «Гиткачили дэманы», то есть «Будь посвящена мне при помощи сотни». Там Рабанан, вот видите, это я вот этот фрагментик читаю, да. Это «Барайта», где говорится, «Будь посвящена мне при помощи сотни». Дает ей эту сотню. А она ее берет и бросает деньги в море. Или в огонь, или куда угодно, да, то есть в любое пропащее место. Ну, мы с вами что, мы, конечно, вспоминаем Настасью Филипповну здесь, да, то есть, оказывается, у нас там вот опередил Достоевского, да, женщину бросают, деньги в огонь. Правда, не такие большие, как Настасья Филипповна, но тем не менее. И как бы возникает вопрос, она посвящена ему или нет, то есть она стала его женой или нет. Оказалось бы, странная история, да, то есть он не дает, она швыряет куда-то. Ну, наверное, нет. То есть, говорится, «Эй, нам и кудэшит», то есть она не посвящена. То есть, таким образом, если она себя теперь ведет, вот видите, у нас были истории, которые проясняли, что должно быть. Должна быть абстрактная стоимость, или это должен быть какой-то предмет, или, может быть, это должно быть какое-то удовольствие, которое она получает. Это все было про, собственно говоря, то, что передается, вот этот такт передачи, каким он должен быть, что он должен себе содержать. А теперь нам говорят о ее реакции. Да, вот ее реакция такая, ей дают, этот человек все нормально, дает ей. Не постепенно у нас была история, когда он давал ей, сказал, «Я тебе даю сотню», он сам начал давать по одному динару. Да, эту сотню. И здесь у нас вроде бы он дает сотню, все нормально, а она выбрасывает все это или в море, или в огонь, или еще куда-то. Ну, Игемара говорит имаминку дышит, и, казалось бы, ну, а что здесь об этом вообще говорить? Наверное, если она выбросила, то она не согласна, потому что то, что мы в этой ситуации, в ситуации киндушин, обязательно должно присутствовать ее мнение, ее согласие, ее даат, с этим нет никакого спора, это как бы, в каком-то смысле, аксиом. И в данном случае, коль скоро она все это бросает куда-то, причем бросает в море, в огонь и так далее, то есть там, где эти деньги явно пропадут, то ясно, что она не посвящена. Вроде бы. Но, тем не менее, да, посмотрим, что будет дальше, потому что, на первый взгляд, зачем нам привели эту историю, если как бы так все очевидно. Но дальше говорится. Отсюда тогда следует, да, что если она бросила перед ним, например, вот как Раша пишет, да, и как переводчик наш здесь пишет, не в море, а перед ним на землю, то что тогда получается, что она, да, посвящена. Но коль скоро нам рассказали такую историю, что она выбрасывает их деньги вообще. То отсюда можно было бы сделать вывод, что если она их не выбрасывает вообще, а отбрасывает, например, в сторону, или бросает перед ним, то есть деньги не потерялись. Вот они, эти деньги. Тогда что? Тогда будет, она считается посвященной? Нет? Ну, говорит сам Талмуд. Потому что если она бросает перед ним, она говорит, нет, забери свои деньги, возьми свои деньги, я не хочу никакого кедушинка. И она как бы ему не посвящена. То есть если бы мы рассматривали просто ситуацию, когда женщина отбрасывает деньги, то это явно выражает ее несогласие. И совершенно непонятно тогда, зачем приводить всю эту историю с тем, что она выбрасывала в море, в огонь и так далее. И на это Гемера отвечает. То есть понятно, что если она бросила деньги перед ним, то, в общем, не о чем говорить. Ясно, что она отказывается. И это некий душин. Но, ну хорошо, а зачем тогда говорить про выбросила куда-то? Ну, как Гемера говорит, что на самом деле вот этот случай, когда она выбрасывается в море или в огонь, еще куда-то, этот случай в каком-то смысле является случаем более близким к тому, что бы произошел здесь кедушин, чем если она бросает перед ним. Если она бросает перед ним, говорит, не забери свои деньги и уходи. Не хочу. Нормально. А тут она выбрасывает в море или еще куда-то. Но если она выбрасывает куда-то, где эти деньги пропадут, то что? То она, на самом деле, должна ему эти деньги, то есть если она не его жена, то она должна ему эти деньги, тела, деньги чужие выбросила куда-то в море или еще куда-то. И тогда получается, что Гемера говорит, что этот случай в каком-то смысле является более близким кедушин, чем если она бросила перед ним. Ну, вот Раша здесь говорит, она не поняла, зачем бросила их в море, взяв на себя большие расходы. Она может было просто не брать. И поэтому, может быть, имеет смысл сказать, что да, она все-таки решилась за него выйти замуж. То есть сказала ок таким образом, бросая это куда-то, что-то не куда. Может быть, она согласилась. Ну, а за счет чего тогда? Зачем она так делает? А, может быть, она вот что делала, говорит Талмун. Может быть, она бросила уже не чужие деньги, а свои деньги. То есть она говорит, ладно, хорошо, беру твои деньги и опс, и бросает их в вагоне или куда-то в море. И почему она так поступила, говорит Талмун. А может быть, она так поступила, потому что хотела испытать мужчину, какой он, Каасан, в смысле он гневный или нет. И чтобы мы так не сказали, то есть нам сообщает Барайта, первая Барайта, про то, что она и нам, и Кудешет, чтобы мы не подумали, что она поступила вот таким вот хитрым образом. Ну, помимо сравнения с Настасьей Филипповной и тем, что Талмун предвосхищает Достоевского, нам все-таки надо разобраться с этой историей чуть более подробно. Что значит, когда Талмун говорит, что она хотела проверить, гневлив он или не гневлив? Ну, предположим, да, то есть она бросает, и он злится, говорит, что ты наделала, и так далее, и так далее, и что. Если она взяла эти деньги и стала его женой, предположительно, да, то есть сказала, ок, хорошо. То есть это все ок, хорошо, это не она, она ничего не сказала, да, это то, что можно было бы сказать со стороны. Как я уже объяснял в прошлый раз, да, это, собственно говоря, Талмунический способ рассуждения о разных ситуациях юридических. То есть мы со стороны могли бы сказать, оценить вот эту ситуацию именно таким образом. Судья мог бы сказать, раз она эти деньги выбросила, значит, она ее взяла себе, не может быть, чтобы она выбросила чужие деньги, и в итоге оказалась, должна этому человеку 100 монет. Монет, если она не хотела замуж на него, просто отдай деньги, все, скажи, не хочу, зачем выбрасывать. А если она взяла эти деньги себе, предположим, и выбросила уже свои деньги, а не его деньги, то, говорит Талмун, она так поступила, может быть, для того, то есть мы могли бы оценить ситуацию так, что она собирается его проверить, как он злой или не злой. А для чего она это проверяет? Предположим, выяснилось, что он злой, но он уже ее муж, с этим уже трудно что-то поделать, то есть она сразу развестись, не то, что очень легко, и не очень получится. То есть надо было бы проверять до того, как она вышла за него замуж, а коль скоро она приняла эти 100 монет, то получается, что она уже, будучи его женой, выбросила эти деньги. Эти деньги, правда, принадлежат ей, что хочет с ними, то и делает. Вот она выбросила. И он ей может сказать, ты сумасшедшая, ты все разозлится и прочее, но хорошо проверила, что он, так сказать, гневлив. И что дальше? Дальше она не может теперь сказать, а, раз ты такой гневливый, до свидания. Нет, потому что она уже теперь в жену. Поэтому само вот это объяснение, которое приводит Талмуд, оно очень странное, то есть то, что она хотела его испытать. Правда, это объяснение как раз снимается, Талмуд говорит, что Барай – это именно такое понимание и хочет исключить. И исключая это понимание, она нам сообщает, что женщина в этом случае не является посвященной. То есть она не становится женой этого человека. И что? И она, оказывается, должна ему вот эти самые 100 монет, которые она выбросила неизвестно куда. Ощущение того, что здесь что-то, ну, как бы удивительное опять происходит, да, я имею в виду в Талмуде, да, с вот этими предположениями. Выбросила, не выбросила, так, всяк, бросила перед ним, бросила в море. Но, конечно, нас не оставляет, да, и, в общем, вызывает к тому, чтобы, ну, как-то это оценить, как-то это понять, да, собственно говоря, в чем здесь дело. Ну, попробуем пока оставить это под вопросом. Посмотрим следующие случаи. Может быть, у нас возникнет какое-то объяснение того, зачем, что, собственно говоря, Талмуд в данном случае проверяет, так сказать, да, то есть какого рода нюанс вот этой сделки Талмуд проясняет за счет вот этого случая. Да, Илья? Здесь интересно, что повторяется и даже усиливается момент, что мы не спросим женщину. В прошлый раз у нас был там мужчина, который тоже участвует, и никто его не спрашивает, что он имел в виду. Женщину мы тем более не спрашиваем, и в этом плане там трактовка мудрецов или традиции, она более сильна, чем то, что на самом деле имела женщина, имела в виду женщина, и кажется, что она тут даже не совсем субъектом выступает. Нет, нет, Илья, здесь нет ничего, то есть по сравнению с мужчиной ничего не изменилось. То есть это все тот же самый метод, о котором я говорил в прошлый раз, да? То есть это попытка оценить ситуацию без относительно прояснения мотивов поступка. То есть я каждый раз могу спрашивать у тех или иных субъектов действия, а что вы имели в виду, а что вы подразумевали под этим? Талмуд заведомо, да, то есть это вообще как бы подход, который касается не только этих законов, вообще всех рассуждений о законах. Талмуд заведомо отказывается от вот такого субъективизма. То есть он хочет вывести некое правило. И есть определенный тип поведения. Мы оцениваем со стороны это поведение, как говорящее вот о том-то и о том-то. Дальше какой-то человек, предположим, попадает в эту модель поведения, а он имел в виду что-то другое. Ну, это не имеет никакого значения. То есть поскольку было решено, что так тот или иной тип поведения означает то-то и то-то, то сколько бы он потом не сопротивлялся и не говорил, что я имел в виду совсем другое, ему ничего не поможет. Ну, и я пытался объяснить, почему это так, да, потому что на самом деле как бы построение вот этих моделей, которые... Если бы мы могли вообще спросить, если бы у нас была такая возможность, то не нужно было вообще всего того. Все, что мы читаем уже третье, по-моему, да, третье занятие или четвертое, оно все было бы не нужно. Потому что спроси что-то, что имел в виду этот, и что имел в виду тот. Каждый раз мы выясняем, что имел в виду этот, что имел в виду тот, и до свидания. А Талмуд строит такие модели для чего? Для того, чтобы... Даже не для того, чтобы закон устанавливать, а для того, чтобы с помощью этих моделей проверить или сформулировать, точнее, тот механизм, который здесь работает. То есть что важно вот в этом взаимодействии, то есть этот акт, вот из чего он состоит. И, например, да, вот это предположение, я сейчас, я хотел оставить под вопросом, но давайте попробуем все-таки ответить. То есть само вот это допущение, которое делает Талмуд, и которое в итоге отвергает, то есть как раз Барайта говорит, что в этом случае женщина немыку дышит. Но само по себе допущение того, что женщина может во время этого акта, то есть вот ей передают деньги, она их выбрасывает, она от них отказывается вроде бы. Она их выбрасывает, но выбрасывание, выбрасывание уродит. То есть либо она отодвигает и говорит, нет, не хочу. И это понятно. И есть жест, который, собственно говоря, этому соответствует. Вот она говорит, ну нет, вот забирай свои деньги, пожалуйста, я не хочу. И совсем другой акт, когда она выбрасывает куда-то, она не ему передает, а выбрасывает куда-то. Причем подчеркивается, то есть она выбрасывает навсегда. То есть этих денег больше нет. То есть их уже не найдешь, что море, или это огонь и так далее. И есть допущение, что при такой ситуации она могла бы быть мэкудэшит. То есть можно было бы допустить, что несмотря на такое, как бы, ну совершенно вроде бы неконвенциональное поведение, которое, кроме всего прочего, сопряжено с тем, что она будет ему должна, там деньги и так далее, тем не менее, такого рода жест мог означать, теоретически мог означать принятие этих денег. То есть если я этот самый подарок похериваю, грубо говоря, вот мне дается некий предмет, дар и так далее. За счет чего, собственно говоря, происходит соединение мужа и жены, бога народа Израиля, народа Израиля и Тор, народа Израиля и земли Израиля, так или иначе. Осуществляется некий жест, некий дар. И вот если я его похериваю, то теоретически была возможность считать, что несмотря на то, что я похерил, например, народ Израиля, этот дар, я все равно посвящен. То есть пренебрежение этим даром, оно может быть двояким, как нам сейчас объяснили, по сути дела. Вот что нам объяснили. Несмотря на то, что в итоге перечеркивается такой вариант, и говорится, что аналогу дышит, но тем не менее допущение того, что это могло бы оказаться, отказ вот этого самого дара, вот этих денег, от этой передачи, мог бы содержать в себе принятие их. То есть я принимаю и выбрасываю. И выбрасываю. Оно могло быть действующим, действием. Теоретически могла быть такая возможность, что это считается принятием. Именно потому, что я это отсылаю в никуда. Если я это просто отодвигаю, тогда все понятно. А если я отсылаю это в никуда, то я тем самым как бы говорю о том, что эти деньги мои, я свои деньги выбрасываю, мог выбрасывать чужие деньги. А значит, если я похерил, то я оказался неожиданно посвящен. Ну, я или женщина, или народ Израиля, оказался посвящен. Эта теоретическая возможность, собственно говоря, была важна для Талмуда. Ее подчеркнуть, теоретическую возможность. И она отвергается, но теоретическая возможность сформулируется. Дайве. Ну, если на простом, обыденном языке. Для меня это звучит так. Я хочу просто немножко свериться, потому что кому-то кроме меня будет тоже полезно. Если я поклоняюсь золотому тельцу, это я отвергаю. А если я просто забылся и в небытие, то это я не отвергаю. Так? Не знаю. Насчет золотого тельца не очень понятно. То есть золотой тельца... Ну, ты планируешь, что я к чему-то неправильному прикасаюсь? То есть в понятное место кидаю? Здесь нет прикосновения к неправильному. Здесь пока есть отвержение дара. Вот дар. Я этот дар, но я им пренебрегаю. То есть он как бы утерян навсегда. Поскольку мы до конца по-прежнему не понимаем метафорическое значение денег как таковых в отношениях между Богом и народом Израиля, поэтому сложно говорить. Но у нас и поклонение золотому тельцу – это другое. Проклонение золотому тельцу – это выйти замуж за другого, по сути дела. Как говорит Талмуд, это невеста, которая блудит под свадебным балдахином. Это золотой тельц. А вот что я могу отвергнуть как дар? Отвергнуть не в смысле отказаться, да? То есть есть Медраши, где говорится о том, что Бог предлагал Тору всем народам, да? Все народы отказывались. А народ Израиля как бы согласился эту Тору принять. Ну вот он эту Тору принимает, предположим, правда, Тора у нас скорее ассоциируется с документом, нежели с деньгами. Но предположим, да, что мы к Торе тоже можем отнестись как к некоторой ценности. И вот, значит, эта Тора передается. За счет нее народ Израиля оказывается посвящен. И он ее просто выбрасывает. Теоретически, говорит нам Талмуд, теоретически это могло бы означать, что все равно посвящен. То есть это выбросил уже нечто свое. Выбросил нечто свое, уже типа не вернуть и так далее. но посвящение произошло. Посвящение произошло, несмотря на такой, вроде бы, ненормативный совершенно акт. Почему? Потому что нельзя выбросить чужое, можно выбросить только свое. И, собственно говоря, само это отбрасывание, оно свидетельствует о том, что я принял. Опять же, со стороны у меня никто не спрашивает. Мы просто судим, мы судим о, мы, я имею в виду мудрецы Талмуда, то есть они оценивают слова и жесты. У нас речь все время сейчас идет о словах и жестах. Сейчас речь зашла о жестах. До этого о словах. Вот он говорил половина, или он говорил полную фразу, говорил альмнат, то есть с условием, или он не говорил с условием, или он говорил мана, мане зо, или мане просто так, сотня это, или просто сотня. И вот эти нюансы как бы вербальных актов, они оцениваются со стороны по-разному. Точно так же и язык жестов со стороны оценивается по-разному. Это словно так, что вот перед нами происходит все это на каком-то там экране. мы не можем свериться с намерениями героев, которые на сцене там или в телевизоре или еще где-то выступают, но от нас требуется, что от нас требуется квалифицировать, что же о чем свидетельствуют их слова или о чем свидетельствуют их жесты. Вот такого типа рассуждения, собственно говоря, вот мы с ним имеем дело, как я уже сказал, третье или четвертое занятие, может даже и вот здесь как бы про это и идет речь. И вот это этот заход, он важен для прояснения вот такого вот нюанса, нюанса радикального отказа, который свидетельствует о принятии. То есть получается, что радикально отказываясь, я может быть, теоретически может быть, что радикальный отказ свидетельствует о том, что я принял этот дар, а выбросил уже свое. Ну и Емар приводит еще несколько случаев. Танурабанан Иткачили Беманы Она ему говорит Тнам Ле Аба У Ле Абиха Он ей говорит вот путь посвящена мне за вот эту сотню. А она отвечает ему отдай это папе и твоему папе здесь удивительно то, что вы видите, что в переводе написано или твоему папе, а в оригинале написано У Ле Абиха, то есть И твоему папе, не Илья, а И. Не знаю, насколько это важно, но тем не менее в оригинале это именно так. то есть он ей дает сотню, а она говорит отдай нашим отцам. Так получается, если все-таки этот союз считать и, а он действительно вроде бы и. И в этом случае Энамы Кудешин. Нет, она в этом случае не посвящена. Ну, вы видите комментарии Раши, потому что ее слова звучат как насмешка. То есть опять мы оцениваем со стороны. То есть вот такого рода вербальный акт, он выглядит насмешкой. Это на самом деле свидетельство об отказе. А если она сказала Аль-Манадши и Каблули, то есть с условием, что они примут эту сотню для меня, то нормально, мы Кудешин. видите, все как бы меняется благодаря чему? Благодаря тому, что чуть-чуть иначе она сказала. То есть она употребила вот это слово с условием, что они примут для меня. И тогда это серьезный разговор, и тогда она говорит, хорошо, передай это нашим отцам, которые, значит, это дело примут для меня, и тогда все нормально, тогда оно не Кудешин. сейчас я посмотрю, есть ли у меня другие комментарии, кроме Раши, которые с этим с буквой ВАВ каким-то образом иначе обращаются. И они иначе Все как и Раши считают, что здесь этот ВАВ означает или, хотя здесь в общем и. Ну, хорошо, это может быть и не так важно, а может быть и важно, да, то есть дай отцам, твоему и моему, то есть типа по 50 монет тому, 50, если это сотня, если или, или, тогда вроде бы как-то это еще ничего, но тем не менее, ладно, хорошо, сейчас мы оставим этот вопрос и, или тоже открытым, но важно то, что если она говорит просто так дай отцу моему или отцу твоему, это насмешка, а если с условием, что они он примет для меня, здесь опять же во множественном числе аль-начи и каблумли, чтобы они приняли для меня, то есть все-таки ощущение такое, что они здесь вместе, да, сотрудничают эти оба отца и тогда все нормально. Ну, видите, Гемара объясняет, почему сказано не об одном отце, а о двух. Тана Аба Лигодиаха Коахдерейша То есть учили Аба отец, чтобы прояснить, всю силу первой части высказания. А именно. А именно. Получается, что когда женщина не ставит условия, а именно, даже если она говорит, что отдал деньги ее отцу, который ей близок, ну, ее отец все-таки, то все равно она не посвящена. Несмотря на то, что, например, она говорит, отдай мне эмоцию. Он говорит, вот тебе сотня, она говорит, отдай мне эмоцию. И тем не менее, она, с точки зрения первой Барайта, она не мыку дышит, то есть не посвящена. Почему? Потому что она не сказала с условием и так далее, да, она просто как бы перевела стрелки на нация. и тем не менее, она не мыку дышит. Вытана авиха льгодиаха коах десейф. Выучили твоему отцу, чтобы показать силу второй части этой Барайты. Вторая часть Барайты какая? Чтобы сообщить силу закона, приведенного в конце, когда женщина ставит условия, а именно, даже если она говорит, чтобы отдал деньги его отцу, который ей не близок совсем, она все равно посвящена. То есть эти два отца нам нужны для чего? Два отца нам нужны, говорит, теперь нам того, чтобы растянуть эту историю, да, то есть предельно напрячь. Когда женщина говорит, отдай моему отцу, она не посвящена. Когда она говорит, отдай твоему отцу, чтобы он, с условием, что он примет это для меня, она посвящена. то есть ее отец играет роль как бы одного полюса, полюса вот этого условия, то есть она как бы говорит о том, что деньги, ну, в каком-то смысле возвращаются в дом ее мужа, да, но тем не менее она ставит условие, что этот отец примет эти деньги для нее, и тогда она посвящена, если это условие прозвучало, а если это условие не прозвучало, то даже если эти деньги введут в ее дом, то есть к ее отцу, то она все равно не посвящена. Вот это то, что нам объяснил Талмут, да, и поэтому здесь понадобились эти два отца. Они как бы, да, вот этот момент заострили, то есть это заостренное выражение этого самого закона, потому что можно было бы говорить просто о каком-то конкретном человеке, да, не про отец, почему отец именно отец твой, отец мой, но отец твой это вроде бы как наиболее далекое нечто, а отец мой наиболее близкое, вот несмотря на это, значит, если без условия то не годится, а если с условием то годится даже если это его отец. Вицриха и Гемара добавляет, что да, эта пора это нам нужна, почему? Если бы сообщалось только случай с отцом моим и твоим, то можно было бы подумать следующее Гатам Гудыхи Амра Аль Мнаджи и Каблум Ли Гавуки Душин Десам Хадаты Аллаеву Савра Авдин Значит, получается, что, потому что если бы нам сообщалось только первый случай, отдай эту сотню моему отцу или своему отцу, можно было бы подумать, что только в этом случае с отцами такой закон. И что она посвящена, если сказала, при условии, что примут ее от меня. Поскольку полагается на них, на любого из этих отцов, считая, что они типа существят это послание. А Валь плонило. Однако, если она говорит просто кому-то, то нет. То есть, если сказала, дай такому-то, ну, любому человеку, да, при условии, что примет это для меня, то можно было бы подумать, что она не посвящена так, как не полагается на него. Непонятно, правда, тогда, почему она сказала, но тем не менее. То есть, он какой-то сторонний человек ненадежен, а отцы якобы надежны. Но, с другой стороны, в Иашмаинан плони, а если бы нам рассказали, например, про просто постороннего человека, и она говорит, гахаву, дыхи амра, тнам ли флони, логаву кедушин, если бы она сказала, что дай эти деньги кому-то, некому, неизвестному человеку, то это было бы, она не была бы посвящена. А если сказала, потому что, на самом деле, мы считаем, что она на самом деле на другого человека, на человека, который неизвестно, кто такой, положиться на самом деле не может. И тогда мы бы сказали, что, Раша подчеркивает, что если она говорит, дай эти деньги, знаю, Иван Ивановичу, то она насмехается над ним и отказывается. Говаль, а бы вы авиха, если она говорит отцу моему или отцу твоему, то нормально, деми крадат или габай, эйма бы на тана. То есть, она как бы на них полагается. И можно было бы сказать, что она дает им эту сотню в подарок, поэтому посвящена по закону о поручителе. И вот, чтобы мы так не подумали, нам сообщается, первый случай. Тогда, тем самым, теперь, Талмуд говорит о том, что действительно надо было бы привести, хорошо, что нам привели оба случая. Какие оба случая? Первый случай, когда она говорит, просто дай отцу моему и или твоему. А второй случай, когда она говорит с условием, что они примут для меня. и, собственно говоря, что сделал сейчас Талмуд с этим упражнением, когда был приведен еще какой-то человек это упражнение, позволил нам объяснить, зачем формулировка этих двух барайд включает в себя отцов. Вот отцы оказываются растягивающими, так сказать, эту ситуацию, и поэтому, в общем, приведено и то, и другое. Значит, мы не подумали про вот этот закон, который касался бы какого-то человека со стороны. Ну, хорошо, давайте осмыслим этот эпизод. То есть, этот эпизод, он в каком-то смысле, получается, что он в каком-то смысле исключает из рассмотрения, это то, что нам объяснили, он исключает из рассмотрения ситуацию, когда женщина говорит о передаче того предмета или денег, за счет которого ее посвящают кому-то. Кому-то это просто не работает. А с отцами работает, но когда работает? Работает только тогда, когда она говорит дополнительные слова, чтобы они приняли это для меня. То есть, только вот при том, что она оговаривает, что этот отец или тот отец должен принять эти деньги для нее, тогда, собственно говоря, кедушин может произойти. А посредник другого плана, который не имеет отношения ни к ней, ни к ее мужу, оказывается негодящимся. Мы могли бы сказать, что на самом деле посредник мог бы быть, нам что-то Талмуд сказал, что про ее отца говорится для чего? Для того, чтобы напрячь ту ситуацию, что даже такой человек, как ее отец, когда деньги в принципе возвращаются в дом мужа, все равно является надежным. Для чего? Для того, чтобы произошел кедушин, когда она ставит некое условие. В таком случае я могу сказать, что любой сторонний человек, он в каком смысле ближе к ней, чем отец мужа, почему? Потому что деньги тогда не уходят обратно к мужу в дом в каком-то смысле, в его семью, а оказывается где-то посредине, по крайней мере. Мой дом не приходит, но и в его дом тоже не уходит, а где-то оказывается посредине, и тогда этот случай оказывается на самом деле в каком-то смысле более легким для того, чтобы признать кедушин действием, когда она сказала передай деньги Ивану Ивановичу, предположим, с этим условием, чтобы он их принял для меня, типа мой надежный финансист или что-то в этом роде, как-то с ним оговори, чтобы он эти деньги принял для меня, и все будет нормально. но Талмуд почему-то этот случай этот случай как бы элиминирует, убирает случай вот этого постороннего, который тоже мог бы взять на себя роль передатчика. Ну и все-таки вернусь к вот этому И или или, то есть поскольку там все-таки говорится И и говорится во множественном числе, что они примут, то получается, что это все-таки какая-то передача одновременная этим самым отцам. Здесь мне вспоминается такой знаменитый эпизод из трактата Брахот. Кое-кто с нами читал этот трактат из вас. Там есть такая притча о рабе Акиви, который изучает Тору. Прилюдно. Римские власти запретили изучать Тору, а рабе Акиви изучают Тору Прилюдно. И приходит некий папас, несмотря на греческое имя, он тоже игре, и говорит рабе Акиви, что что-то делаешь, так же тебя заберут, просто в тюрьму посадят. А что папас ему говорит? Я тебе отвечу притчей. И приводит ему такую притчу. Он говорит, что два и слова, они похожи на слова лисы, которые ходят вокруг пруда. И говорит рыбам, рыбы, рыбы, выходите из воды, заживем вместе, как жили наши предки. рыбы. ему говорят, тебя называют хитрым, а ты на самом деле не хитрый, а глупый. Потому что если мы выйдем из воды, то мы погибнем, потому что вода это наша среда обитания. А ты нам предлагаешь выйти из воды. Вроде бы притча понятна. То есть народ Израиля, его среда обитания это Тора, и поэтому если папас предлагает оставить Тору, то собственно говоря жизни народа Израиля нет. А лиса этот говорит, а вот вы же вмечитесь, вы же боитесь этих самых сетей людских, что собственно ассоциируется с римлянами, которые вылавливают. Выходите, говорит, и заживем. Но там он говорит, выходите и заживем, как жили наши предки. Что это значит, как жили наши предки? Какие предки? Какие общие предки есть у лисы и у рыб? То есть вот в этой аллегории, что собственно говоря это означает эти предки? Ну на самом деле единственный способ объяснить деталь этой притчи сказать, когда он говорит, что выходите из воды и будем жить, как наши предки, он имеет в виду доторанический мир. То есть мир, когда еще не было тора, то есть не было воды в каком смысле, мы все жили без воды, то есть без тора. Наши предки жили без тора, и он призывает к тому, чтобы вернуться к дотораническому существованию. Поэтому здесь, когда происходит как бы вот этот кедушин, объединение мужчины и женщины, здесь отсылка вот этим самым отцам, она является в каком-то смысле отсылкой к предыдущему что-ли этапу. Женщина говорит отдай эти деньги моему отцу и твоему отцу. Это означает, что если мы все-таки читаем как и, если мы читаем это как и, это означает, что мой отец и твой отец типа будут вместе. Они получают как бы поровну. То есть по сути дела что она делает? Она этим жестом объединяет двух отцов. То есть получается, что сам кедушин он происходит за счет чего? За счет объединения двух отцов. Твоего и моего. Мы их в каком смысле помирили или объединили. То есть у них общая сумма в 100 монет, чтобы это не значило. Мы их объединили. И за счет этого объединения мы могли бы сказать, вот и происходит но если мы переходим на метафорику женитьбы Бога и народа Израиля, что это означает? Это означает на самом деле если под предками народа Израиля иметь ввиду как раз язычников, это означает как бы примирение вот язычества и монетеизма. так можно грубо сказать по сути дела это отсылка к тому что за счет вот этого объединения я и буду теперь женой. Там он говорит это не годится. А если она добавляет аль-младший каблун ли то есть это что значит что они получат это но получат это для меня. То есть по сути дела это условие оно является условием которое оказывается апеллирующим теперь не к их объединению а к тому что это переходит к ней. То есть она является субъектом все-таки объединения а не эти предки не отцы. Я таким образом мог бы объяснить вот этот союз В то есть союз И дай моему отцу и твоему отцу. Нет так не годится за счет объединения нашей предыстории скажем так за счет объединения нашей предыстории освящение не происходит посвящение не происходит. А если это с условием того что это будет передано мне то тогда на самом деле эта предыстория уже играет не роль клея не роль того что склеивает нас мужа с женой а являет собой скажем так роль посредника то есть заведомо это уже не клей а некий орган передачи этот орган передачи он в общем вполне может работать например когда человек приносит первинки в храм он говорит арамию ве дави то есть арамейцу служил значит мой отец подчеркивает значит вот это чтобы это в принципе вроде бы это отсылка к Якову прослужил Лавану но возможно и нет то есть если взять пасхальную году то там говорится что наши предки служили значит были язычниками и так далее а потом вот Авраам и прочее то есть упоминание о том что наши предки были язычниками оно в принципе нормально адекватно то есть можно помнить об этих отцах отец такой и отец такой отец небесный условно и отец поклонявшийся идолам но это воспоминание оно должно быть не таким что именно это их как бы соединение я осуществляю говорю что вот теперь отдай им и все будет нормально нет я обращаюсь к этому прошлому как к тому что собственно говоря шлет мне в каком-то смысле сигнал будущему и я оказываюсь субъектом а не не вот это не не само это прошлое то есть с помощью самого прошлого склеить нельзя а используя прошлое которое в сути дела переправляет это на настоящее можно и вот таким образом я мог бы понять этот фрагмент и тогда в общем более-менее становится понятно почему пламуд элиминирует этого самого плони просто как какого-то посредника что какой-то посредник здесь ни при чем не в этом дело 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 именно в этом обращении обращение к прошлому а не к настоящему но стоящему стороне условно то есть этот посредник отметается а вот само по себе прошлое может служить в каком смысле основой примерно так же как человек приносящий первинки или читающий пасхального году говорит о том что да отец был такой а потом привлекается этот самый отец но не как то что что я примеряю с монотеистической идеей а то что является в каком смысле стартапом или правной точкой то есть ситуации в которой я нахожусь вот эта фраза аль мнатши и каблум ли если я говорю это с условием что они примут это для меня это работает а просто передай им не работает правда мой конечно такой вот комментарий он не совсем состыкуется с комментарием раши раши идет по пути того что это все таки или 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 моему отцу или твоему отцу и раши идет по тому пути что ее слова если она так говорит звучат как насмешка комментарий раши тоже имеет под собой определенное основание как мы сейчас увидим потому что дальше у нас про насмешки насмешка как раз будет и выяснение того где насмешка а где не насмешка в общем является в дальнейшем важны возможно раши проецирует вот эту дальнейшую продолжение Талмуда на тот маленький фрагмент который мы уже прочитали а можно сказать обычно оба отцы когда договариваются для кедушина они что-то там обговаривают сумму которые должны дать на эту свадьбу и так далее и каждый из них там они скидываются один оплатит что-то одно другое что-то другое это про что когда отцы договариваются где у нас отцы договариваются обычно в ортодоксальных евреев в ортодоксальных евреев в смысле сугубо религиозных разве не так нет мы же сейчас ничего такого не прочитали отцы могут договариваться о чем отцы матери кто угодно могут договариваться о том что вот вырастет мой мальчик давайте поженим его на вашей девочке это шедух называется шедух это не кедушин мы рассматриваем наш талмуд не рассматривает вопросы шедуха то есть сватовства как такового кто кого куда сватает а рассматривает проблему кедушин посвящение 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 отец жениха вообще никакой роли не играет я просто путаю только сам мужчина может посвятить себе женщину его отец здесь вообще ни при чем отец женщины девушки как мы видели может играть какую-то роль когда она является несовершеннолетним тогда он может принять за нее деньги он может являться действующим лицом вот этого самого процесса кедушин а отец мужчины вообще никакой роли здесь не играет а вот то что вы говорите вы говорите про шедух по-видиму да я с этими понятиями теперь поняла хорошо спасибо ну хорошо что дальше дальше нам говорится следующее там рванан и ткачили беманы тнам альгабейсела и нам и кудыш мужчина по-прежнему это уже другой случай вот наш комментатор пишет аналогичный случай хотя я не уверен что это аналогичный случай но то как я это прокомментировал это не аналогичный случай но согласно раши аналогичный случай а именно человек говорит будь посвящена мне при помощи сотни как у нас все эти варианты а она ему отвечает тнам альгабейсела положи ее на скалу и в этом случае нам и кудыш не посвящена вы моя села шила но если эта скала принадлежит ей то мы кудыш тогда все нормально то есть у нас были отцы двадцать у нас был посторонний человек и теперь у нас села ну села здесь скала конечно такой простой перевод это действительно скала но это может быть если мы хотим какую-то более реалистичную картинку представьте огромную скалу то ну не знаю камень какой-то или что-то в этом роде то есть она говорит ему положи значит вот на этот камень а этот камень ее владение ну типа положи на тумбру сегодня сказали и если просто непонятно кому принадлежащая тумба скала камень или что-то в общем какое-то место куда он может положить эту сотню то она не посвящена им то есть Раши комментирует как Раши комментирует так что она по сути дела смеется то есть она в каком смысле ему возвращает ну положи положи вот на камень это иронический ее значит иронический ответ на его желание ее посвятить так Раши бы комментировать но если это в ее владении находится то она нормально тогда она принимает этот случай он в каком-то смысле похож на тот который мы прочитали про отцов а в каком смысле конечно совершенно другой то есть если я прав в том что можно читать предыдущий фрагмент как некое взаимодействие с прошлым с неким предыдущим этапом то здесь нет взаимодействия с прошлым а есть взаимодействие с настоящим и речь идет просто о том что вот это место передачи оно должно быть ну это в каком смысле как ее рука если это камень который лежит в ее владения то это все равно что она взяла а если не в ее владениях то это все равно что она отказалась и не взяла дальше Немара говорит спросил спросил а если это камень который принадлежит их обоим им обоим ответа нет тейку помните у нас много было таких ситуаций которые описывал Талмуд в рассуждениях в рамках передачи денег как способа посвящения и много было всяких тейку то есть нерешенных вопросов и этот вопрос тоже нерешен почему он нерешен немножко странно что он нерешен ведь он предлагает ей мане это сотня мы знаем из Мишны что для того чтобы посвятить женщину достаточно пруто пруто это совсем какая-то очень малая часть сотни сотня это большая сумма если он кладет это на общую их скалу то по идее что получается получается что ну как бы 50 на 50 50 динаров его 50 динаров ее коль скоро это общая скала здесь мы могли бы сказать что что ну нет у нас же перед этим нам говорили что если человек говорит указывает какую-то сумму то есть будь посвящена мне с помощью сотни а дает не сотню а меньше то она ему не посвящена так и здесь он здесь говорит вот тебе сотня давай будь мне женой будь посвящена мне кладет на общую скалу и тогда получается что эта сотня превращается в 50 значит она немыку дышит то есть исходя из того что мы читали до этого получается что она немыку дышит если бы он просто говорил будь посвящена мне вот за это и это была бы не сотня предположим а как там был отрез шелка и он не называет сумму и кладет это на общую скалу по идее поскольку эта вещь дороже заведомо дороже чем прута чем вот эта самая мелкая монета то по идее она должна быть никуда но там видите да оставляет это в качестве нерешенного вопроса сейчас сейчас мы увидим еще целый ряд таких вопросов потом попробуем их осмыслить вместе нужно вопрос да вот я так понял что все условия которые вы говорили они как бы то ли субъективны но они имеют отношение непосредственно к законам кедуши и поэтому они рассматриваются а вот если некое такое условие как бы оно субъективное но положительное допустим она говорит бросив деньги в море она говорит нам на счастье допустим есть такая примета бросать монету в море на счастье и вот она выбрасывает эти деньги и говорит нам на счастье это считается что она приняла получается возможно что да то есть это другой случай просто если она при этом что-то говорит то это меняет всю ситуацию как мы видим Здесь любая фраза, достаточно одного слова, чтобы изменить ситуацию. Одно дело, когда он говорит, вот тебе сотня, а другое дело, когда говорит, вот тебе эта сотня. Как мы видели, это разные, по-разному оцениваемые ситуации. Так и здесь, если она берет деньги, бросает и говорит, это нам на счастье, то, наверное, мы кудешат из общих соображений. То есть это значит, что она их приняла. Ну, понятно. Ну, это хорошо. Ну, то есть самые разные случаи, как, собственно говоря, развивается еврейское право, коль скоро имелизат, вот этот вопрос. Вот у нас Талмуд, значит, переводит вот эти все парадоксальные во многом, и реалистичные ситуации. Как будет поступать в дальнейшем еврейский судья? Вот у него какой-то случай. Ну, например, вот как сейчас Эмиль сказал, то есть она тоже бросила и сказала нам на счастье. И вот он должен решить этот вопрос. Они приходят, говорят, так что она, макудешит к нему, макудешит. Он разбирает все, значит, эти фрагменты, которые мы прочитали, думает, ломает голову, долго или нет, в зависимости от сложности этого казуса, и выносит какое-то постановление. Его спрашивают, а почему ты так решил? Он объясняет с помощью тех или иных фрагментов, которые в Талмуде разбираются. Что если вот так, если вот всяк, ну, как я сейчас делал с этим самым целой, то есть я же тоже рассуждал. А если он ей кусок материи на общую тумбу положил, а кудешит или нет, по идее, должно быть, макудешит. Потому что до этого мы читали, что не нужно оценщика, если это дороже, чем прута. И на этой основе, значит, он выносит постановление. И так, собственно говоря, развивается еврейский закон, который мы видим, с одной стороны, в респонсах, то есть который появляется в изобилии в эпоху Гаонов, когда, собственно говоря, посылается вопрос в Ешиву, они там судят, рядят на основе как раз там магических источников и выносят какое-то постановление. А с другой стороны, когда появляется кодификационная литература, литература кодекса, когда тот же Рамбан, например, записывает те или иные законы уже в виде готовых рецептов и рассматривает в том числе и те случаи, которые не обговорены в Талмуде, но исходя из талмудических источников, которые можно решить. Это, собственно говоря, перспективы развития еврейского закона. То, что я пытаюсь показать и сказать, возможно, довольно спорным утверждением, но тем не менее я его озвучивал и в предисловии к этому курсу, и периодически во время нашего чтения. Моя гипотеза стоит в том, что Талмуд, мудрецы Талмуда, они заняты в большей степени не решением конкретного казуса, а тем, что они эти казусы рассматривают как определенного рода символику. То есть они вкладывают туда определенный символический смысл и эту символику пытаются прояснить. Эта символика, ее нужно отнести не к области закона, не к области Аллахи, а к области Агады, которая в эпоху Гаонов просто выбрасывается. И само развитие еврейской культуры пошло как раз по линии чего? По линии Аллахи. А по линии Аллахи у меня появляется очень много разных случаев. Эти разные случаи я должен... Вот я смотрю, Талмуд, я их решаю, я их решаю, решаю, решаю. И у меня разрастаются, собственно говоря, Аллахические ответы. Но когда я решаю те или иные вопросы Аллахи, законы, то у меня, конечно, нет до символических смыслов, мне же нужно их решить просто, а вот если так, а если он вот так сказал, а если вот так сделал, а если вот так сделал, у меня есть конкретные люди, которым нужно дать ответ, что у них по закону. И вот в силу такого рода тенденции получилось то, что вот эта составляющая, составляющая как бы осмысления того, что означает тот или иной закон, отошла как бы на второй план. С моей точки зрения в Талмуде она присутствует ярко, и мудрецов Талмуда именно она забудет, по крайней мере, не в меньшей мере, чем, собственно, сам закон. А дальнейшие еврейские традиции она перестала волновать. И вместо нее появились вместо этой составляющей, это лакуна определенная же идеологическая, то есть я делаю, делаю, а что я делаю, как бы я не понимаю, в каком смысле все понятно, то есть закон, делай так, делай так, а зачем, почему, что, неизвестно. И эту лакуну стали занимать либо философия, либо кабала в разных своих проявлениях и так далее. То есть они стали заполнять эту идеологическую нишу в каком-то смысле, которая, по сути дела, давала ответ на вопрос, а зачем мы все это делаем. Но саму Аллаху вопрос, зачем мы все это делаем, не интересует. Аллаха устремлена к тому, чтобы решить, поскольку это прецедентное право, то у меня любой, любой казус представляет из себя задачу. Она интересная, да, сама по себе, эта задача. Вот пришли, а у него вот так было, а у него вот так было, вот так было. А у меня есть несколько казусов, которые описаны либо в Торе, либо в талмадической литературе. И я на основе вот тех казусов, которые уже у меня есть, должен решить новый. И сама по себе вот эта интересная задача, она увлекает очень многие умы наших авторитетов, которые прекрасно справляются с решением этой задачи, потому что они помнят все эти казусы хорошо, и излагают их, и вот решают эти задачи. Ну, это просто в очередной раз, да, я как бы осветил ту сторону, о которой я пытаюсь говорить при чтении Талмуда, и которая, на мой взгляд, вот в еврейской культуре была отодвинута на второй план. Ну, хорошо, вернемся, да, к продолжению Барайты. Здесь говорится следующее. Он говорит ей, будь посвящена мне с помощью кикар в уханках левых стиль. А она говорит ему, не гулик эльф. Она говорит, отдай ее собаке. И нам и кудыши. В этом случае она не посвящена. Почему? Ну, вроде бы это в предложении того, о чем мы говорили, да, то есть она как бы отвергает это, ну, типа, выброси. Раша бы сказала, что она над ним смеется, мол, я не хочу, отдай свою буханку к собаке. Вы, моя, кэли, вшила, а мы кудыши. А если это была ее собака, нормально, тогда она посвящена. То есть она просто передает, да, то есть она, по сути дела, с точки зрения Раши, она либо своим жестом, да, вот, который здесь рассматривается, или своим словом, либо она отвергает, либо принимает. В зависимости от того, каковы обстоятельства. Эти случаи более простые, чем те предыдущие, да, вот с этим камнем или с собакой. Здесь еще есть смешное предложение. Баи Раби Мари. Спросил Раф Мари. Если все то же самое, да, то есть сказал женщине, что Иткатшили бы кикар, А если за ней бежала собака и пыталась его укусить. А женщина ему сказала, отдай собаке, чтобы та отстала. То какой закон? Ну, можно подумать. Можно было бы сказать, что за счет того, что она как бы видела в этом свое спасение от укуса, то она как бы посвятила за то удовольствие или за ту пользу, которая этот, видите, теперь снова мы переходим к той теме, которая у нас уже была. Что важно в этой передаче? Важно то удовольствие или польза, которую женщина получает или, собственно говоря, сам предмет или сами деньги. А здесь он, значит, бросает этот самый батон собаки. Собака хватает батон и отстает от женщины, за которой она бежит. Сама по себе, опять же, цивилистическая ситуация. Женщина убегает от собаки. Ну-ка, давай, будь моей женой. Будешь моей женой за этот хлеб? Она говорит, кинь собаки, тогда буду. Она бежит. Он кидает, собака хватает буханку, и мы, значит, в недоумении думаем, ну что, теперь она его жена или нет. У нас есть такой вариант, что вот он оказал ей услугу, и за эту услугу, и за то удовольствие, которое она получила, его достаточно для того, чтобы считать, что произошла сделка. Она могла ему сказать, могла думать, опять же, мы ее не спрашиваем, она могла думать как, что он по закону Торы обязан спасти меня от собаки. Потому что, вот как пишет Раши, в Торе написано, не стой на крови своего ближнего, то есть, если можешь спасти другого от беды, ты обязан его спасти. Поэтому, когда он бросает эту буханку, то на самом деле он не оказывает ей никакую услугу, а просто спасает, исполняет митцу, заповедь. И поэтому, собственно говоря, она ему не посвящена. Это два варианта, которые мы приписываем этой женщине. Либо она внутри себя решила, за это я готова стать его женой, или она говорит, брось собаки, потому что она думает, что, в принципе, ты же должен меня спасти, давай спасай, бросай собаки. Тогда она ему не посвящена. И что же на это нам говорит Гемара? Нет ответа. Продолжение этой барайты. Сказал женщине, и тканшильный бакикар. А она ему ответила, не гуляни. Она ему отвечает, да, это нищим. Снова тот же самый вопрос. Там была собака, здесь нищий. Эйнамы кудэшит. Вот здесь она сказала, да я нищему. Эйнамы кудэшит. Почему? По Раши, получается, что она говорит, да не нужны мне твои деньги, нищему. Причем, дальше нам говорит, причем таков закон, а филу они десамухала. Даже если это бедняк, который к ней близок. То есть там у нас была, если собака ее, то все нормально, да, а здесь это нищий, который, ну, которого она прикармливает, предположим, да, и которому она дает периодически дзадаку. Ну, естественно, здесь разница, да, между собакой и нищим. И Гемара задает вопрос, Майтама, почему не посвящена? Ответ такой. Амрали ки гейхи де михаевн ба, гахи михаевт ана де, то есть как я обязана давать дзадаку нищему, так и ты обязан давать дзадаку нищему. И поэтому, собственно говоря, никакой передачи чего-то мне не произошло. Даже если ты дал дзадаку как бы вместо меня. Я обычно даю дзадаку этому нищему. Она говорит, да, дзадаку теперь, но этот дзадака – это его обязанность, а вовсе не то, что он может ей передать. Никакого удовольствия, в отличие от случая с собакой, да, когда он ее спасает по одной из версий, да, это не дает. Ну и, наконец, приводит Гемара две истории, на самом деле даже три истории, да. Приводит три истории. Наверное, мы эти три истории оставим на следующий раз. Прочитаем их в следующий раз. Сейчас мы, наверное, не успеем. Мы осмыслим их уже вместе с тем, что мы прочитали до этого. То есть у нас после вот этих двух отцов возникает целая череда ситуаций, когда передача денег или какого-то предмета женщиной как бы отвергается или, по крайней мере, каким-то образом перенаправляется, да, и вот эти разные направления мы как раз в следующий раз попробуем обсудить, да, то есть это направление. Камень, который принадлежит ей ок, если не принадлежит ей, то не ок. Собака, ее собака ок, не ее собака не ок. Нищий, да, почему сам по себе такой ряд, да, странный. Камень, собака, нищий. И дальше у нас еще три эпизода, которые вот мы в следующий раз осмыслим вместе с тем, что сегодня прочитали. Да, Илья? Не по тексту вопрос, а отвлеченный. У нас каждый задает свой тип вопросов, каждый раз задает отвлеченные. Вы сегодня говорили про то, как судья использует, скажем так, нормативную базу, то есть его тип мышления, когда он должен вынести решение. И он ссылается на опыт предыдущих поколений. И каждое следующее поколение ссылается на предыдущие. То есть мудрецы Талмуда ссылаются на кого-то, мы ссылаемся, не мы, эпоху Гаонов они ссылаются на Талмуд. Ну да. И так далее. То есть ничего не смущает. Смущает лишь одно, меня лично, что как будто это лесенка вниз. То есть мы как бы каждый раз говорим, наши отцы были мудрее нас, и поэтому мы на них ссылаемся. И как будто бы в нашем поколении нет таких же мудрецов. Либо, может быть, я просто не до конца понимаю, условно в эпоху мудрецов Талмуда тоже были высочайшие мудрости учителя, которые при жизни, памятника при жизни им не было, а потом он был возведен благодаря переосмыслению их наследства. Так это или как бы сама вот эта логика постоянной ссылки на отцов нас приводит к тому, что мы как бы тупее становимся совсем простым языком? Ну, здесь это действительно общий вопрос такой. Ответ на него такой, что любая традиция так живет, не только еврейская традиция. То есть любая традиция, она живет с одной стороны взглядом назад. То есть взгляд назад, он по сути дела упирается во что? Взгляд назад упирается, но в случае еврейской традиции, в откровение. Вот откровение, вот Моисей получил на горе седу. Ну, и поэтому как бы мы чем дальше от откровения, тем мы хуже помним, тем мы меньше знаем. Поэтому это отсылка к тем, кто был до нас, которые слышали лучше, учили лучше, знали лучше, помнили лучше и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны есть и противоположная тенденция, тенденция развития традиции. Ну, знаменитая история про Моисея, который приходит на урок к Раби Акивы и ничего не понимает. И в конце этого урока Раби Акива говорит, ну, это Аллаха, которая была дана Моисею на горе Сина. И Моисей говорит, ну, слава Богу. А вообще ничего не понял. Ничего не понял, потому что традиция развивается. И поэтому, например, установление Аллахи, один из принципов установления Аллахи, это Аллаха по-последнему. Что это значит? Это значит, что Аллаха, она не возвращается как бы назад, там, и не пытается найти самого авторитетного, ну, Моисей самый авторитетный, да, которому это привязать. А наоборот является тем, что установили вот последние мудрецы. А последние мудрецы установили это исходя из своей собственной ситуации. То есть любая традиция, она живет как бы взглядом назад и в каком-то смысле, в том числе и взглядом вперед. Она сокрушается о том, что мы, конечно, сегодня не такие, как были те. Ну, а с другой стороны, у нас и новые проблемы, которые мы решаем и которые тогда не существовали. И поэтому она должна развиваться. Но то, что я пытался сказать, что сама вот эта тенденция, тенденция разработки Аллахи, она в каком-то смысле, она естественным образом вытекает вроде бы из Талмуда. Но вплоть до сегодняшнего дня очень многие считают, что и Талмуд это тоже. Талмуд это Аллаха в первую очередь. Вот я утверждаю, что это не так. И, конечно, удерживание одновременно нормативной части и части как бы идеологической, да, или части, которая, собственно, отвечает на вопросы зачем, почему, что, собственно говоря, делается. Это очень трудная вещь, да. То есть вот как я описал судью, ему не до этого. Ему нужно решить конкретный вопрос конкретных людей в конкретной ситуации. Ему некогда думать, что это будет значить, символически и так далее. И это как бы естественно, да, то есть поэтому удерживание того и другого вместе, это была как бы слишком сложная задача. Но, как мне кажется, в эпоху вот Талмуда, развития талмудической литературы, эти авторы, редакторы этих текстов, они как раз пытались удерживать и то и другое вместе. Ответил я? Да, вполне. И я как раз, мне помогло, помог тезис про то, что ссылаются на последнего. И это как бы нас немного спасает от этой, такое осползание в такое какое-то самобичевание. И все потеряно. Вот, если можно, ну, у кого-то еще вопрос, у меня просто еще один, я хочу уступить очередь, если у кого-то есть вопрос. Да, у меня есть вопрос, но я могу после вас. Ну, хорошо, спасибо. Вопрос ближе к Талмуду, хотя тоже не про него. Про судью. Прецедентное право. В каждом случае судья выносит свое решение, но на основании предыдущего опыта. Ну, или на основании там Талмуда или каких-то других источников. Я тут вспоминаю, я, к сожалению, не помню, как звали араби, в трактате Брахот мы читали, который говорит, мне вот так хорошо, а вам так не надо делать. И я часто к этому возвращаюсь. То есть, казалось бы, все факторы складываются в пользу чего-то, но есть какой-то невидимый фактор, который знает он. Например, он в другом возрасте, он в другом статусе, у него другой жизненный опыт и так далее. И как бы даже судье тяжело в рамках прецедентного права это учесть, потому что это такие ускользающие факторы, что мне хорошо... Правильно так, судья это и не учитывает как раз. Именно этим Талмуда и отличается. Рабан Гамлеель, например, говорил, я неженка. У нас в Рохоте было. То есть, это вы давайте так, а я неженка. Для меня это не подходит. Ну да, то есть, по-моему, простовать сразу. Для нормативной системы это невозможная вещь. Понятно, что никаких неженок мы не потерпим в дальнейшем. У нас неженок не будет, а в Талмуде они есть, эти неженки. Ну и, соответственно, мы тогда обсуждали, что значит, сам этот эпизод, к чему он приводится. Потому что он имеет какую-то идейную, идеологическую какую-то подоплеку, а не только нормативную. В этом как бы все дело. И вот эти такого рода кружева, они были отметены, когда иудаизм стал всерьез заниматься разработкой Аллахи, а остальные вещи как бы его интересовали в меньшей степени. Я какой вывод делаю? Что судьи существовали в эпоху мудрецов Талмуда, и кто-то тоже приходил разбирать какой-то вопрос, и, вероятно, многообразие ответов не ограничивалось тем, что у нас здесь. Совершенно верно. И так и должно было быть. По их мысли так и должно было продолжаться. Но, с другой стороны, так и не могло продолжаться, потому что если мы коллективный проект, то у нас должен быть единый закон. Он все равно не единый, потому что все равно разные традиции. Ашкенаска, Сифарска и так далее. И в разных общинах разные эти. Поэтому есть различия. Кто-то ест рейс на ПЭСах, кто-то не рейс на ПЭСах и так далее. То есть эти различия есть, но вообще стремление к мунификации, безусловно, для закона, коль скоро я его прописываю, оно естественно. Просто интересно, как мог выглядеть суд в эпоху мудрецов Талмуда. Мне кажется, он мог быть бесконечным, потому что приходит еще один мудрец, как бы приносит какие-то факторы, взгляды. Нет, нет, он не был бесконечным. Нет, нет. Собирают тройку и решают. В принципе, как при коммунизме. Все нормально. Они решают расстрелять и делал конец. То есть они должны прийти к единым? Двое? Они втроем, да. Втроем голосуют. Либо трое должны к единым? Трое. Нет. Достаточно, чтобы двое были за. По большинству. Это еще один принцип установления Аллахи. По большинству. По последнему и по большинству. Городион. Да, добрый вечер. Я, собственно, у меня такой вопрос возник. Я как бы подпал под ваше влияние и вижу много метафор и так далее, и так далее. Но при этом у меня такой вот вопрос возник. Действительно, вот эти случаи описываются очень необычно в Талмуде очень часто. Но при этом они, в принципе, могли же быть. Условно говоря, да. Может, там не каждый раз так случалось, что женщина бросала деньги в пропасть, но при этом... Или убегала от собаки. Или убегала от собаки. Но мало ли, может, действительно, какой-то такой уникальный случай случился, и они... Это вот такая байка в деревне, что не будешь же обычно обсуждать обычную свадьбу. Ну, прошла и прошла, и слава богу. А вот такой случай, его бы интересно как раз обсудить. И плюс его еще можно действительно использовать для каких-то таких вот метафизических полкований и маскирований. Ну, моя точка зрения такова, что здесь речь не идет о конкретных случаях. То есть это основано не на конкретных случаях. Это явно теоретические выкладки. Потому что сами по себе ситуации, они порой такие безумные, что их явно быть не могло. У нас они еще более-менее. То есть, ну, можно представить себе женщину, которая, значит, бросает в море, ну, хорошо, предположим, или вагон. Стасию Филипповну мы представили. Она произвела сильное впечатление на какого-то мудреца, и он, значит, такой казус придумал. Но человека, который пытается жениться, значит, посвятить себе девушку, которая убегает от собаки, это уже менее вероятный вариант. То есть надо бежать тоже вместе с ней, наверное, что если она убегает от собаки. В общем, здесь вроде бы как недоженить бы сначала спасти ее от собаки, потом давай женись. Нет, а он кричит ей, давай, вот, вот, буханка, давай, будь моей женой. Она говорит, так брось, скорее же, этой собаки. То есть это сюрп, это просто полный сюрп. Девушка не соглашалась, он нашел собаку, подстроил. Ну, это вот так уже такое. Ну, хорошо, мы можем продолжать, да. То есть это, по сути дела, сюрреалистическое кино, которое можно на основе этого муда делать. Но эти случаи, в общем, сюрреалистические. То есть один из них я всегда привожу как пример. Это пример уже в таких имущественных вопросах. Вот человек забрался на крышу и бросает с крыши вазу стеклянную кого-то другого. Значит, он вроде бы как должен ему заплатить, это он разбил чужую вазу. Представим, теперь Маталмут говорит, представим себе, что рядом с этим домом стоит человек с мечом и разбивает эту вазу до того, как она долетела до земли. Кто из них должен заплатить за разбитую вазу? Тот, кто бросил или тот, кто его мечом покоцал? Понятно, что это придумка. Навряд ли кто-то, значит, видел отдельно такой казус. И такой казус – это явно теоретическая ситуация, которая придумана для прояснения закона. Ну, и здесь, мне кажется, то же самое. И последнее, может быть, замечание, что есть ли разница в огонь или в пропасть, потому что в пропастях, по идее, можно достать, а в огне, ну, в принципе, тоже не факт, что сгорит. То есть как бы это не… Ну, имеется в виду, поскольку там говорится дальше, что в любое место гиблое. То есть, по сути дела, опять же, это тоже говорит о теоретическом мышлении, да, это не то, что бросило в огонь. Бросило в любое место, неважно, что это, где это погибнет. Значит, имеется в виду, что огонь… Там сказано не огонь, а ур. Ур – это, как бы, возможно, такой костер, да, горячий. То есть она бросила заведомо туда, где это пропадет. Ну, и теоретически в любое место, где пропадет, да, то есть это может быть, не знаю, пропасть или еще что-нибудь такое. Важно там то, что их просто больше не стало. Можно еще короткий такой, если не сейчас, то потом ответить. Просто вспомнил один момент, что, собственно, все эти вещи, они должны были бы быть при свидетелях, так я помню. То есть так женщина всегда может или отказаться, или вообще есть тут, как бы, проблема в этом. Да, вот, допустим, если она взяла деньги при свидетелях и все, а потом выбросила. То есть, по идее, она, даже если она вгиблое место бросила, она бросила это уже как свои. Нет, если она приняла и при свидетелях, тогда все. Дальше она может делать все, что угодно. Может выбросить, а может не выбросить. Может на бирже сыграть, может лотерейных билетов накупить. Это уже как бы ее дело. Там уже все произошло. Но здесь пока что мы не видели, чтобы Талмут настаивал на наличии свидетелей. Это как бы удивительно в каком-то смысле, для вот этих всех рассуждений. Но, тем не менее, это так. У нас же есть еще один способ приобретения женщины. Это половой акт. Это тоже при свидетелях или нет? Сказано деньгами, документом и половым актом. Вопрос о свидетелях, он хороший, мы его оставим для себя, пометим. И вернемся к ним. Да, спасибо. В этом случае, Анастасия не подходит под это дело. Потому что она вроде сто тысяч приняла, а вроде не сожгла, а вроде отдала галю. Да, но там непонятно, свидетели сами были в замешательстве, что произошло. Ури, а можно воспринимать эти истории как математические формулы и просто не буквы, как мы привыкли, а имена и персонажи? И эти персонажи действуют в соответствии с какой-то внутренней логикой. И у них есть операнты, так, или функции, которые они совершают. И тогда, если мы это запишем в математической формуле, тогда вместо этих букв или значений, которые мы присваиваем этим героям или их действиям, мы можем вставить совсем другие персонажи и совсем другие действия. Ну, подобные... Нет, ну, как есть, именно это я и делаю, в общем-то. Да, но тогда очень красивые картинки получаются, и тогда нет загадки. Да, искусственные... Ну, они иногда получаются, иногда не очень получаются. То есть не всегда нам удается метафорически прочесть это. Метафорическое прочтение – это и есть постановка на место вот этих действующих, условно, героев, чего-то другого. Но это не всегда легко сделать. Но наверняка есть ключи керористические. Когда я говорю о том, что здесь прорабатывается механизм, я, собственно, это и имею в виду. Это не в точности математические формулы, это скорее гипотетические пути развития возможные. Того или иного акта, который я оцениваю либо так, либо эдак. То есть я в этом акте выделяю либо один аспект, либо какой-то другой аспект. И их набирается много. То есть их набирается много. И дальше, да, действительно, мы можем пытаться заменить этих героев на каких-то других. Не всегда это просто. Вот искусственный интеллект может помочь в решении проблем каких-то махлофедов в Талмоге. Не знаю, не пробовал. Не пробовал. Вам карты в руки. Сейчас он прям в сети, поэтому задайте вопросы, посмотрим, что он ответит. Ну, хорошо, друзья. Совсем интересно. Да, да. До следующего подняка. Ну, ладно. Спасибо. До свидания. Да, с искусственным интеллектом, если кто-то будет играть, приносите результаты. Благодарим, Тадараба, Лейтраот. Спасибо. Спасибо, да. В следующей неделе. Всем счастливо. Мы на этом заканчиваем. Пока. Ох, хорештов. Пока. Ну, кто-то продолжает дальше писать. Я не знаю, мы будем соотноситься или закрываться. Родион. Да, там был вопрос про Кабалу. Я в следующий раз отвечу. Окей. Все, договорились. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.